привет друзья меня зовут регина и вы на моем канале на календаре уже ноябрь а это значит что я начинаю свой новый творческий влог в этом месяце я планирую мастер-класс для школы штампинга и это будет мой последний мастер-класс в этом году для школы штампинга я не планирую подавать заявку в дизайн-команду на следующий год это связано с моими личными планами из-за загруженности я боюсь что не буду успевать делать работы для дизайн-команды делать уроки для школы штампинга и конечно я не хочу бросать youtube канал поэтому скорее всего в следующем году я останусь только на этой площадке и буду снимать свои авторские мастер-классы для своего youtube канала сначала я планировала микс медийный урок в школе штампинга такой сложный я пробовала одну технику резист эффекта на гелевой пластине а потом подумала что возможно смогу перенести и адаптировать эту технику для обычного штампинга попробовала у меня получилось и я думала снять такой урок но от от руководства школы у меня поступил запрос на мастер-класс по блокнотикам и я подумала почему бы и нет пусть мой последний урок будет очень легким приятным таким массовым которые могут сделать абсолютно все к тому же я сама с удовольствием еще раз сделаю такие блокнотики но конечно для школы штампинга я немного переделаю мастер-класс потому что не вижу смысла снимать одно и то же поэтому постараюсь добавить какие-нибудь фишечки в урок для школы штампинга я подготовила материал для своих изделий буду использовать тонированную в чае бумагу разные обрезки от прошлых работ нотные листы и книжные страницы карта эко бумага крафт листы а также буду использовать страницы из тетрадей и скраб бумагу здесь у меня есть разные небольшие обрезки которые я хочу пристроить в этот проект конечно так много бумаги мне не понадобится я использую только небольшую часть и вы уже можете приблизительно понять в какой цветовой гамме я буду работать хочу чтобы мои изделия были такими душевными и милыми и уютными и надеюсь у меня получится это передать ну и какой мастер-класс в школе штампинга без штампов конечно я буду использовать штампы такой набор штампов ваниль здесь разные цветы ванили веточки ванили палочки до палочки ванили бадьян буду использовать корицу и надпись счастье совсем немного штампов понадобится для работы никаких технически сложных вещей мы не будем делать это будет просто работа в удовольствии также буду использовать декоративный скотч таких веселеньких цветов здесь есть с лимончиками у меня с клубничками в горошке у меня довольно много декоративного скотча для человека который не любит скотч и не использует его в работах но эти все скотчи они остались с того времени когда я только начала заниматься скрабукингом и вот тогда я их покупала в то в то время они были довольно популярны и еще я приготовила разные окрашенные листы для того чтобы сделать высечки скорее всего обложки блокнотиков я буду украшать именно высечками а не штампингом потому что штампы контурные и я думаю что если просто так штампануть их на скраб бумагу то будет смотреться слишком плоско уже не терпится поскорее начать и займусь этим мастер-классом в ближайшее время а для тех кто не учится в школе штампинга я напоминаю что у меня есть мастер-класс на канале по мини блокнотикам который вы можете посмотреть если еще его не видели а также я планирую мастер-класс для своего канала я озадачилась тем как переработать вот такие длинные обрезки тонированной бумаги которые остались у меня от подрезания блокнотов они слишком узкие для того чтобы использовать их в блокнотиках я думала думала и придумала надеюсь что на следующей неделе мне удастся или реализовать эту идею попробую воплотить свою задумку на таких тонких полосках и на полосках пошире мой ноябрь начался с приятного сюрприза в одном из видео я рассказывала что не могу найти подходящие журналы для того чтобы делать трансфер на гелевой пластине и на мою проблему откликнулась один из мастеров которая посмотрела это видео и прислала мне целую стопку разных журналов теперь у меня много материала для экспериментов сандугаж большое спасибо вам за вашу отзывчивость я очень тронута еще когда мы переписывали сандугаж она очень скромно предложила мне свое от с на обмен и показала мне одну из карточек своей серии я конечно не задумываясь согласилась потому что это супер классная т.с. такие глубокие с историей но я не выбирал от с я так часто делаю мне нравится такой элемент сюрприза когда не знаешь что именно тебе придет приехала мне от с карточка на космическую тему с валентиной терешковой и я просто в восторге от того какая карточка ко мне приехала дело в том что сандугаж живет в городе байконур это город рядом с космодромом действующим и конечно получить такую карточку именно из этого города это очень ценно для меня отдельно меня порадовало что я получила карточку именно с терешковой первая женщина космонавт герой советского союза такая эмоционально очень сильная карточка то есть она вызывает во мне много эмоций положительных я бы даже сказала она такая мотивирующая жизнеутверждающая хотя здесь и нет каких-то слоганов или слов но для меня она такая очень мотивирующая сама карточка такая сложно сочиненная но здесь нет вообще нет детали которые были бы не в тему мне очень нравятся такие работы когда они продуманы до мелочей здесь фоне как будто бы земной шар вижу сзади на как подложка скотч такой стилизованный под звездное небо ван гога планета не очень хорошо разбираюсь наверное это марс вот эти посыпушки микро топинга микро бисер или это какой-то другой топинг как будто бы звездная пыль и на карточке есть блестяшки звездочки большое спасибо сандугаж за такую чудесную карточку сейчас она отправится на мою полочку над рабочим столом чтобы вдохновлять меня и в ближайшее время я отправлю свою карточку для вас надеюсь она вас тоже порадует еще сандугаж мне отправила вырубку особенно меня порадовали эти листики я так и не приобрела такой нож сомневалась покупать не покупать его сейчас вот попробую и как раз пойму нужен ли мне такой нож в работе или можно обойтись без него и такая птичка мне понравилась такая смешная дурашливая у нее здесь тиснение я думаю что классно таких птичек раскрашивать но такого ножа на али я не видела спасибо сандугаж сейчас я займусь упаковкой посылки ответной которая полетит в город байконур покажу вам открытку которую отправлю я делала ее для питерского скраб-клуба и здесь особенность этой открытки в том что здесь вышивка по оттиску я делала целую серию таких открыток с разным вариантом вышивки вот так это выглядит ну что это все мои творческие новости на начало ноября оставайтесь со мной и поехали в следующую неделю ноября прошло чуть больше недели и наконец-то у меня появилась возможность выйти с вами на связь всю прошлую неделю я болела и даже сейчас приготовила чаек на случай если голос будет садиться но несмотря на плохое самочувствие и унылое настроение я все равно понемногу скрапила я закончила серию мини блокнотиков для урока в школе штампинга по конструкции это такие же блокноты как и из моего мастер-класса который есть на канале но внутри я показала интересную технику сочетания кофейного штампинга и классического штампинга пока не буду их показывать потому что не знаю когда выйдет урок на этой неделе мне предстоит работа технического характера структурировать урок снять готовые работы написать статью в блок всем этим я планирую заниматься на этой неделе а ссылку на школу штампинга и также на статью где можно рассмотреть фотографии этих блокнотиков я оставлю в инфобоксе на этой неделе на моем канале вышел мастер-класс о том как сделать декоративный скотч своими руками используя обрезки бумаги и штампы вот такие декоративные скотчи у меня получились мне очень понравился результат и сам процесс очень веселый такой я вижу большой потенциал использования у таких скотчей в работе и ссылку на мастер-класс я оставлю вот здесь если вы его еще не видели то обязательно посмотрите я этот мастер-класс озвучивала несколько дней первые 8 минут я озвучивала примерно час у меня сильно болело горло и я перенесла на второй день но тем не менее удалось мне его выпустить как я и планировала на прошлой неделе но я когда монтировала видео потом послушала себя и первые 8 минут я там таким грустным голосом говорю но уже не стала переснимать уже было мне лениво переснимать еще раз переозвучивать эти узкие скотчи полностью функциональные просто отрезай и клей в работу как и обычный скотч а этот широкий скотч я планирую клеить на клей-карандаш потому что такой широкий формат мне кажется оптимально клеить именно таким образом я думаю что такие скотчи они очень удобны при декоре джанк буков при декоре каких-то конвертов карточек для тех кто занимается mail артом поэтому переходите по ссылке и забирайте мою идею свою копилочку идей также в этом месяце я совершила достаточно много покупок но покупки мои все бюджетные они с распродаж и для начала покажу свои покупки поддержанных книг рядом со мной находится магазин называется букинист и там продают поддержанные книги этот магазин там находится уже ну просто сколько я себя помню я еще была школьница этот магазин уже там был и там абсолютно какая-то своя особенная атмосфера в этом магазине в этом месяце я зашла в него и купила такой маленький немецко-русский русско-немецкий словарик у меня есть такой словарик русско-английский но мне жалко его использовать в работу потому что такие словарики они очень удобные но сама идея использования вот таких маленьких страничек а также здесь можно прям целые слова вырезать допустим слова и его перевод и такая идея использования мне она очень нравится очень давно я видела в каком-то мастер-классе мне кажется это был мастер-класс наталья андреевой вот она использовала такие странички в слоях и это смотрелось очень симпатично и вот я прикупила такой словарик для своих работ сначала хотела купить французского языка словарь но там такая интересная особенность в этом словаре было что допустим слово по-французски и очень большой перевод на русские объяснения что это слово значит не знаю здесь как-то одинаковое количество немецких и русских слов а там прям одно слово французской и на всю страничку перевод его на русский язык видимо французский это какой-то очень сложно объясняемый язык или не знаю также я купила вот такую книгу трое в лодке не считая собаки на английском языке и эта книга это супер удачное приобретение потому что с нее очень классно делать трансфер с нее получается шикарный трансферу такого текста хотя она не глянцевая здесь обычная печать книжная но видимо чернила какие-то используются как раз который хорошо вступают в реакцию с краской и я ее уже вот здесь вот она пострадала потому что я делала трансферы с нее эту книгу буду беречь но думаю что она быстро у меня уйдет в работу и еще одна книга это самоучитель какой-то или учебник по английскому языку здесь такие тексты много очень пробелов пустот но я взяла эту книгу для того чтобы делать декор вот фрагментарно вырезать какие-то кусочки у меня есть книги на английском языке но именно такого красивого светло-коричневого цвета не было у меня еще мне посчастливилось поучаствовать в распродаже девушка с моего города распродавала свои скраповые богатства мне удалось приобрести несколько трафаретов это трафареты от фабрика декору такие звездочки но звезды мне не особо нужны были просто она продавала свои инструменты лотами и мне пришлось взять и звезды тоже но они достаточно далеко друг от друга расположены и можно прям точечно как-то несколько звезд делать это в принципе удобно а так у меня есть хороший трафарет со звездами от питерского скрап клуба купила я вообще этот лот с трафаретами из-за этого трафарета мне он очень понравился как видите он уже побывал у меня в работе он уже в краске трафареты я брала для работы с гелевой пластиной это сейчас основной метод применения трафаретов моих работах мне понравился этот дизайн кажется мне таким немножко ретро напоминает мне чем-то какие-то старые обои возможно сами трафареты от фабрики декору достаточно тоненькие и скорее всего я их вообще не буду мыть они у меня только будут для работы с акрилом только для работы на гелевой пластине еще один трафарет который мне очень понравился очень классный дизайн тоже мне кажется в таком ретро стиле красивые получаются отпечатки с ним тоже как видите я его уже в работе использовала и последний трафарет из этого лота подумала что тоже будет классно смотреться на гелевой пластине делать бумагу для коллажей с такими узорами но пока в работе я его еще не использовала не успела и следующий лот который я приобрела на распродаже это ножи этот лот я купила из-за этого ножа от мимикат с плиту венок очень давно его хотела довольна что он у меня есть венок абсолютно потрясающий так выглядит вырубка очень классное тиснение здесь и даже на таких маленьких элементах тиснения что не говори мимикат это конечно очень стильные дизайны и в нагрузку к набору с плиту венок шел набор гербарий мне не особенно он нужен был потому что у меня уже есть такие травки мимикатовские но в целом такие травки они очень активно используются в работах поэтому пусть будет я думаю что найдут свое применение следующий лот который я приобрела еще два набора ножей я брала этот лот исключительно из-за этого набора самое важное по абсолютно смешной цене девушка продавала этот лот поэтому конечно я поспешила его купить олени шли в дополнение мне олени не особенно нужны олени это все таки больше зимняя тема новогодняя лесная тема я немного делаю таких наборов ой простите таких работ поэтому этот набор не самый ходовой у меня будет но я придумала как работать с этими оленями на гелевой пластине пробовала делать маски из вырубки этих оленей получается как силуэты на фоне какого-то узора такая интересная техника с применением именно силуэтов поэтому олени тоже пригодятся и возвращаясь к этому набору от мимикат самое важное конечно для меня самым важным в этом наборе был конверт классический конверт который в любую работу подойдет и я с помощью этого ножа переработала свои неудачные отпечатки из гелевой пластины я сделала вот такие конвертики вот так они выглядят то есть как целиковый отпечаток мне не нравился этот принт но вот фрагментарно на конверте он смотрится классно и то же самое с другими тоже отпечатками сделала то есть они такие интересные что их можно даже не декорировать но в принципе можно и украсить для меня сейчас стоит остро вопрос переработки отпечатков то есть чтобы не только они скапливали скапливали скапливались пока я работаю с пластиной но и сразу пускать их какие-то готовые изделия такие небольшие конвертики отличное решение именно для неудачных отпечатков которые меня не вдохновляют вот такой интересный экспрессивный конвертик здесь негатив от эко принта и я думаю что можно будет вот эти белые пустоты заштамповать текстом например и будет интересно вот поэтому я очень довольна этот конвертик я окажется вообще просто валик фалик чистила и получились такие живописные разводы очень довольна этим ножом конечно если не на барахолке его брать он достаточно дорогой но своих денег он однозначно стоит в комплекте здесь еще многом разные мелочевки я не понимаю зачем здесь есть анкеры из чего нам предлагают их вырубать потому что из бумаги из карт стока анкеры это бесполезная вещь на мой взгляд из чего можно вырубить пробка тоже фоамиран тоже мягкий но остальные элементы из набора классные функциональные еще в подарок в нагрузку мне девушка подарила несколько ножей и они очень классные это ножи венки вот такой венок такой экспрессивный здоровский мне кажется в микс медийные работы классно будет в комплекте к этому венку идут стрекозки маленькие у меня вообще нету стрекоз я себе хотела давно стрекоз они конечно такие примитивные без стеснения но как акценты думаю будут симпатично смотреться и второй нож который достался мне в подарок это еще один веночек растительный венок и две маленькие веточки с листьями это тоже нож с алиэкспресс но он такой изящный очень симпатичный универсальный оба ножа классно прорубают поэтому венками я теперь обеспечена на все случаи жизни большое спасибо конечно немножко грустно что мастера уходят из крапа но иногда надо освободить место для чего-то нового в своей жизни поэтому желаю ей найти себя в чем-то новом и интересном и последняя моя покупка это набор штампов и ножей я приобрела этот набор вообще в обычном магазине стоковом где продают вещи какие-то предметы быта случайно нашла эти штампы и ножи и мне стало интересно они производства китай но сам бренд это нидерланды у меня вообще нету новогодних штампов новогодних ножей и так как цена была невысокая я решила рискнуть взяла сразу два набора для себя и думаю в подарок еще если буду играть в тайного санту в этом году подумала если штампы плохие то на худой конец у меня останутся ножи и к ножам у меня претензий нет они еще по периметру как бы с таким небольшим тиснением и шарики получаются объемными крупные шары пропечатываются хорошо к ним вообще нет никаких претензий на такой рисуночек конечно на любителя не сказать что это классический рисунок шариков а вот маленькие шарики пропечатываются не очень качественно здесь есть несколько участков с пустотами еще на этой неделе я очень много работала с гелевой пластиной у меня был длительный перерыв когда у меня просто не было времени на нее и я очень тосковала по работе с гелевой пластиной у меня прямо такая зависимость есть я если сажусь за работу то меньше чем через три часа я не встаю я просто не могу оторваться от нее и на этой неделе я оторвалась пробовала некоторые новые техники а также сделала заготовки на будущие работы например вот такие фоновые листы здесь каждую полосочку то есть каждого цвета полосочку я отдельным слоем пропечатывала все эти полоски вручную накладывала накладывала цвета в общем такое достаточно тягомотное занятие не думаю что я в ближайшем будущем буду повторять эту технику но результат мне нравится эти листы пойдут на пакетики для advent календаря в декабре я буду делать его для питерского скраб клуба такие получаются фоновые листочки как старый плед или скатерть и они немножко такие кривенькие очень симпатично выглядит на мой взгляд здесь я золото добавляла и еще вот такой вот лист вот конечно я сделала гораздо больше но эти листы я специально для advent календаря делала в один из вечеров я села очень расстроенная очень подавленная за работу и у меня не было никакого настроения села за пластину просто чтобы немножко поднять себе настроение из-под моей руки стали выходить какие-то абсолютно безумные яркие красочные цвета и сочетания я очень удивилась что в таком состоянии идут именно такие красивые яркие цвета раньше я думала что люди которые работают в такой вот технике яркой жизнерадостной с такими насыщенными даже несколько безумными цветами я думала что эти люди очень веселые оптимисты такие но возможно это совсем не так а даже наоборот потому что эти цвета эти принты у меня получились именно когда я была в очень подавленном настроении но конечно после этой сессии когда я сделала эти листы настроение очень поднялось все-таки работа с цветом она очень влияет на эмоциональное состояние сейчас со стороны может показаться несколько безумным но эти листы будут сворачиваться напополам и уже выглядеть не так безумно я буду делать этот альбом в январе просто так получилось что заготовки заготовки на него сложились раньше это будет тропический альбом по типу такого который я показывала во влоге августа но здесь уже у меня будет главная задача показать штампы еще мне поступил заказ на альбом я буду делать этот альбом микс медийным в технике коллаж и я уже заготовила материал для него здесь штампинг на тищу хочу активно поработать с тищу бумагой штампинг акрилом мои рисуночки от руки штампинг на тищу рисунки акрилом от руки на тищу еще что это просто штампинг чернилами это штампинг акрилом тоже штампинг акрилом это я с помощью гелевой пластины окрашивала тищу тоже в общем тищу у меня здесь много это негатив от трафарета вот это я тоже окрашивала с помощью пластины и далее пошли листы из которых я буду делать коллаж заготовила больше покажу только часть чтобы вы примерно понимали цветовую гамму и настроение самого альбома этот альбом он будет тоже тропический мне нужно было сделать альбом какой-то нейтральный я знаю что люди есть ездили в отпуск этим летом поэтому буду делать такой яркий альбом для фотографий с отпуска красивый очень лист эти отпечатки монстеры я делала с помощью вырубки у меня есть монстера мимикатовская и вот я эти вырубки использовала как маски здесь золотишком не знаю видно или нет это мой любимый трафарет от питерского скраб клуба а это новый трафарет в деле от фабрика декору эту фактуру я получила с помощью бинта мне нравится текстура ткани но все-таки бинт он слишком слишком маленький рисуночек дает надо что-то более грубое найти какую-то более грубую ткань вот смотрите как классно монстеры получились это негатив не негативы это сами вырубки я пожил их на пластину делала первый слой потом второй слой снимала ну в общем получилось таким образом вот тоже новый трафарет от фабрика декору красивый снова монстеры очень вдохновлена на этот альбом вообще у всех сейчас новый год смотришь социальные сети там все готовятся к новому году у меня тропики я не знаю у меня тропики но я уже говорила что я не привязываюсь к времени года к праздникам особенно зима и новый год это вообще не моя тема здесь тоже с золотом понравилось не использовать вырубку не так просто надо немножечко мне потренироваться но это очень расширяет мои возможности не обязательно скупать много трафаретов обычных я могу делать трафареты из вырубки негативы использовать саму вырубку использовать поэтому в этой технике я еще буду экспериментировать это все мои творческие новости к этому моменту увидимся через несколько мгновений следующей недели ноября привет друзья сейчас середина декабря я только сейчас нашла в себе силы для того чтобы дописать наконец этот влог дело в том что сразу после прошлого включения я очень сильно заболела и несколько недель просто лихорадила меня и мне потребовалось серьезное лечение сейчас я вроде бы восстановилась и наконец могу вернуться к скрапу потому что три недели я вообще не скрапила и даже даже не смотрела мастер-классы потому что не было у меня настроение я была в очень подавленном состоянии к счастью самое плохое уже позади и я снова готова вернуться в творчество пока я болела на моем канале вышел мастер-класс как сделать наклейки своими руками и оформить их вот в такие очаровательные стикер буки которых удобно хранить наклейки они выглядят вот таким образом легко взять наклеечку оторвать ее и приклеить туда куда вы задумали ну и наклейки можно сделать на любую тематику естественно мы работаем со штампами в этом мастер-классе и если вы его еще не видели то заходите смотрите я оставлю ссылку в правом верхнем углу кстати в этом мастер-классе я попробовала новые стиль монтажа такой более динамичный и если вы это заметили и вам это понравилось то я буду рада если вы напишите в комментариях успеваете ли вы за таким темпом либо либо вы любите более такие размеренные долгие видео я стараюсь делать мастер-классы такими как люблю сама смотреть я люблю динамичные мастер-классы в которых много информации сжато структурировано не люблю когда мастер делает там какой-нибудь маленький цветочек полтора часа поэтому стремлюсь к тому чтобы мои мастер-классы были живыми динамичными но конечно самое главное чтобы они были понятными поэтому я рада буду услышать обратную связь от вас я не помню говорила ли я что сделала серию мини блокнотиков мини джанков для питерского скраб клуба и мастер-класс по ним будет в школе штампинга основной прием который я здесь использовала это сочетание классического штампинга чернилами и штампинга кофе на мой взгляд смотрится очень симпатично фоновый штампинг кофейный такой немножко акварельный размытый и на контрасте яркий сочный оттиск чернилами и вот здесь тоже этот прием для примера минимум материалов минимум времени для этого нужно а смотрится очень эффектно в ноябре я также работала над тропическим альбомом который я делаю на заказ сейчас покажу на каком этапе у меня этот альбом альбом у меня вертикальном формате потому что сейчас в основном все фотографируют на телефон и фотографии вертикальные здесь поместится фотки и 10 на 15 стандартные а также можно фотографии меньшего формата использовать я вложу комплект к этому альбому прозрачные уголки для фотографии человек сам сможет оформить его вклеить сюда фотографии если использовать небольшие фотографии то их по по месяце сюда достаточно много тоже они будут как часть коллажей здесь уже человек на свой вкус фотографии вклеит на некоторые страницы я добавила золотой эмбосинг но не на все потому что когда я начала делать эмбосинг эта бумага окрашенная с помощью пластины она почему-то у меня вспучилась и я испугалась что у меня она так и останется вспученная такими волнами пошла пузырями поэтому здесь эмбосинг не везде но после того как я сделаю боссинг я положила под пресс страницы и с ними все стало в порядке они ровные альбом у меня такой яркий получается очень передает настроение каких-то тропиков на мой взгляд все принты я делала сама специально под этот альбом и они все передают мое ощущение от этих тропических стран и выбором цветовой гаммы и сами фактуры сами принты например если рассмотреть этот лист то вот этот участок мне кажется похож на какую-то старую плитку бассейна которая слегка поросла таким мхом это бывает в странах где большая влажность вот этот принт мне напоминает какие-то старые обои или возможно какой-то заборчик в кабинках где люди переодеваются очень сложно объяснять но для меня каждый из этих кусочков он отражает мои какие-то внутренние ощущения от тропических стран и когда я делала эти принты я этого и добивалась кстати здесь есть прием который я активно использую своих работах в последнее время это штампинг на бумаге тишью вот здесь и вот тут мне нравится использовать еще вот так акцент на допустим я не смогла бы здесь поставить такой яркий оттиск тищу практически незаметно я наклеиваю поверх других бумажек и и и видно очень хорошо рисунок и цвет бумаги под ней следующий разворот по моим ощущениям этот разворот это время у бассейна вот этот кусочек похож на воду когда она слегка колышется вода отражаются солнечные лучи и такой замысловатый узор получается на воде мне очень нравится цвет также такая вода бывает каких-то островах тропических этот фрагмент бумаги мне напоминает какую-то старую стену которая также покрыта какими-то мхами вообще я собиралась сделать обычную оранжевую такую в полосочку бумажку но мой валик был грязный по бокам от предыдущего принта и получились такие полосы несколько полос на нем на этом отпечатке я решила это использовать и начала активно вытирать валик о заготовку отпечатка и у меня в итоге получился такой абсолютно потрясающий принт а этот фрагмент бумаги у меня ассоциируется с пляжными полотенцами они обычно такие яркие часто бывают в таких голубых цветах здесь если присмотреться вот здесь хорошо видно то есть фрагменты фактуры тканей я сделала эту фактуру с помощью бинта это дополнительный ой и это дополнительно подкрепляет мои ассоциации по поводу пляжных полотенцев полотенец полотенец вот этот фрагмент это печать на самой бумаги а это я использовала тишью чтобы поддержать как бы этот рисунок эти горошки а это мой любимый разворот мне так нравится цветовое сочетание здесь и сочетание фактур изначально я не собиралась использовать такие цвета в этом альбоме здесь в основном у меня оранжевый бирюзовый цвета но не всегда получается с первого раза попасть в нужные нужную тональность цвета потому что все цвета я замешивала самостоятельно я не использовала готовые краски и как-то я не угадала с цветом вот вот с этим с этим и добавила к нему фиолетовый просто чтобы у меня не пропадал так скажем print и в итоге это стало моим любимым разворотом мне он очень нравится он такой экспрессивный такой современный очень авангардный мне нравятся вот эти фрагменты бумаги которые я просто рисовала от руки когда их нарисовала я подумала ну и фигня куда я использую это но не стала выкидывать и здесь они пришлись очень кстати мне не очень нравится как это выглядит и опять-таки тишью здесь по тишью я штамповала акрилом таким ярко-оранжевым это это принты которые я делала еще в сентябре тоже сюда вписались просто как родные и я не знаю какая бумага скраб бумага способна дать мне такую свободу такие цвета такие фактуры и если прошлые страницы были посвящены именно пляжу бассейну в воде то этот разворот больше о растительности в тропиках по цветовой гамме и также по растительным мотивам которые здесь просматриваются я поднесу поближе и покажу вам эти потрясающие фактуры вот этот фрагмент он еще золотом но сейчас не видно здесь я не добавляю много золота небольшое поблескивание интеллигентной мне так больше нравится здесь я использовала новый трафарет которые на распродаже купила и вот в этом отпечатке здесь несколько слоев сначала слой вот этого фона замечательного а затем уже слой трафаретного рисунка следующий разворот он тоже посвящен таким джунглям здесь я использовала монстеры вырубку и плюс использование вырубки в том что помимо того что вы получаете классный принт при должном старание и везение но вы еще получаете интересную вырубку вот например такая вырубка у меня получилось когда я использовала ее в качестве трафарета необычное такое окрашивание и она стала такая плотная здесь несколько слоев краски я думаю что конечно я тоже ее использую потом в какой-то работе и вот такая зеленая еще у меня получилось зеленая выглядит менее интересно но думаю если добавить имбосинга немножко тонировки по краям слегка доработать это она тоже будет классно смотреться так вот возвращаясь к развороту здесь я также использовала фактуру бинта для того чтобы сделать фрагменты которые имитируют ткань цвета конечно потрясающие это моя отдельная гордость эти цвета потому что я добилась таких цветов при смешивании стандартных обычных цветов и мне это сложно дается у меня такой художественный кретинизм потому что я очень часто мне приходится вообще смотреть в шпаргалку что будет если там смешать красный и синий какой цвет получится я никак не могу это запомнить поэтому именно смешивание цветов для меня это достаточно сложно можно добиться какого-то красивого цвета сделать один отпечаток но чтобы повторить точно такой же цвет для следующего отпечатка с этим у меня возникают определенные сложности мне очень хотелось использовать такие фрагменты с тканевым рисунком на этих страницах я не знаю почему по моим внутренним ощущениям мне они напоминают соломенные или плетеные шляпы которые носят туристы и не только туристы в нескольких тропических странах носят и местные жители такие шляпки здесь я еще сделала эмбосинг монстеры но честно сказать мне кажется без них было лучше но люди которые не занимаются скрапом они почему-то очень любят эмбосинг они очень радуются когда его видят поэтому но я добавила сюда эмбосинг в этот альбом хотя честно говоря можно было обойтись без него следующий разворот это опять время у бассейна здесь я делала имитацию воды и здесь такие странные цвета вообще изначально у меня получился вот этот фрагмент мне понравился этот голубой сочетание с бледно-оранжевым и я пыталась повторить этот цвет просто в качестве тренировки так сказать и потом я решила не пропадать джим куда я потом их использую и также поместила их в этот альбом это последний разворот в этом альбоме и несмотря на то что я сделала очень много бумаги для коллажа у меня на этот альбом ушло ее много почти вся бумага которую я сделала она почти вся ушла здесь я уже работала из остатков но в целом сейчас я смотрю и мне кажется это незаметно все достаточно гармонично выглядит здесь я пошла с тишью еще дальше и не штамповал на ней а просто нарисовала такие кругляшки корявые от руки с помощью кисточки и акриловой краски и это тоже классный прием который я точно буду использовать следующей своей работе я уже говорила что мое вдохновение это такой вечный двигатель вы видите что я с тишью работаю с сентября месяца когда я впервые попробовала ее на маленьком участке и дальше я продолжаю выжимать из этого материала из своего вдохновения я штампую на тишью я делаю embossing я вырезаю я рисую по тишью я добавляю ее в коллажи я штампую чернилами я штампую акрилом и каждый раз я нахожу что-то новое придумываю что-то новое и это двигает меня вперед и так я поступаю с каждой идеи которая мне приходит поэтому мне удается все время генерировать много разных интересных идей и интересных проектов мне нравится это потертая такая немножко замызганная фактура и я никак не могу остановиться отказаться от использования такой бумаги своих альбомах мне очень нравится такой принт это просто нарисовано черным акрилом на обычной офисной бумаги но мне кажется это выглядит так авангардно так современно и мне нравится что я прикладываю свою руку именно что-то рисую своей рукой в нашу в эти изделия свою энергетику и еще одна очень красивая фактура и здесь вы видите как выглядит пищу да видно что здесь еще один слой бумаги но в коллажах это в принципе только только плюс но этот слой выглядит очень ненавязчиво и внимание в первую очередь идет именно на рисунок на этот акцент который я хочу сделать обложку этого альбома будет твердая микс медийная я уже сделала заготовки покрыла и грунтом и покрасила и добавила сюда текстурную пасту не знаю видно или нет это трафарет восточный ажур кажется вот питерского скраб клуба мне он очень нравится этот трафарет и следующим этапом я буду приклеивать декор и красить обложку хочу сделать ее в таких классических цветах синий голубой может быть немножко фиолетового добавлю коричневый она конечно не будет черная это просто база для того чтобы потом у меня была такая тень у вот этих вот фактурных объемных элементов на этом я заканчиваю свой не сладкий ноябрь и если вам понравилось это видео пожалуйста поставьте пальчик вверх это помогает моему каналу развиться а мне помогает морально я не знаю буду ли снимать влог в декабре потому что сейчас уже половина декабря прошло и и скорее всего в декабре на моем канале не будет мастер-классов потому что я планировала несколько тематических новогодних мастер-классов в декабре но так как прошло уже слишком много времени пока я сниму этот мастер-класс пока смонтирую озвучу выложу на канал это будет уже не актуально поэтому в декабре у меня получается такой небольшой вынужденный творческий отпуск на канале пока я не чувствую в себе внутреннего ресурса я еще не настолько восстановилась именно в плане энергетики потому что когда делаешь мастер-классы там и не знаю как это объяснить но это занимает не только твое время но и какие-то внутренние ресурсы внутренние силы поэтому пока я не могу обещать что в декабре выйдет выйдут новые мастер-классы но на моем канале их уже достаточно много и я оставлю ссылку на плейлист с моими мастер-классами в инфобоксе возможно вы еще не все их посмотрели и я желаю вам уютного теплого декабря желаю приятных хлопот перед новым годом и конечно желаю хорошо и весело встретить новый год до встречи с вами